Приветствую вас, как мне кажется, своего рода, знаете, вот, ваше состояние, его можно описать как такое, довольно психотическое, то есть, потребность в том, чтобы кто-то сделал за тебя, да, кто-то сделал за вас. Потребность облокотиться, опереться на другого, не решать что-то самому, или самой, не знаю, кто вы, вот, то есть, история, она такая, потребность во взаимодействии с другими людьми, потребность, чтобы кто-то сделал за вас, потребность в поддержке. И, понимаете, эта потребность обозначает, что нет какой-либо обратной связи у вас от того, что вы делаете. Я немножко почитал обеты коллег своих, и в общем и целом, каждый из них прав по-своему. Мне понравился ответ Бориса Никифорова, но, знаете, в любом случае, вне зависимости от того, что у вас, не уверены в себе, кто-то говорит Борис Никифоров, например, и так далее, вне зависимости от этого, вам все равно нужно увидеть две основные вещи. Первое, это то, что ответственность всегда плохо, вы считаете, и вам эту мысль кто-то внушил, то есть ответственность это страшно, это тяжело, это изматывающе, это ужасно, это нереально. Это первое. И второе, это то, что для одного, чтобы брать ответственность, нужна постепенность. То есть, как бы с вами, кто ни работал, и какие бы у вас не были причины, я не буду сейчас говорить о причинах, да, перечислять, потому что это сделали мои коллеги уже. Какие бы у вас не были причины, вам все равно нужно будет учиться брать ответственность. То есть, изменять ход своих мыслей. Сейчас вы говорите себе, что я не хочу принимать ответственность, и вы ее, собственно, не принимаете. А нужно будет говорить, я не хочу брать ответственность на себя, но я попробую сделать вот это. Я не хочу брать на себя ответственность в целом, вообще. Это действительно очень тяжело. Это действительно очень тяжело. Я не хочу брать ответственность, и я не хочу ответственность брать, никто не хочет ее брать, но я попробую сделать вот это сам. Я попробую сделать выбор в данной ситуации сам. И начинать нужно с простейших выборов, с простейших ситуаций, с простейших решений. Как, например, допустим, там, какого цвета одеть футболку или платье, если вы девушка, значит, что поесть. То есть такие вот элементарные вещи абсолютно. И вот на них учиться. И когда научитесь, все это можно делать в сопровождении с психологом, да, то есть свои переживания, прорабатывать, поддержку получать и так далее. Когда вы сможете делать простейшие задачи сами, вы сможете делать посложнее. И вот так вот вы будете делать, 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 и вы все время как бы будете говорить себе, я не хочу брать ответственность. Поймите, никто не хочет брать ответственность, гиперответственность это ненормально. Но и полная безответственность тоже вредит вам. Поэтому я так думаю, вот единственное, в чем я не согласен, например, с Борисом Никифоровым, Никифоровым, ну как не согласен, просто дополню, что может быть такое, что на вас наоборот очень сильно давили с ответственностью. И вы не хотите ее брать поэтому, потому что вам могли говорить, будь ответственным, да, ну делай вот все сам или сама, отвечай за себя сам или сама. А при этом одобряли, когда вы не брали ответственность, потому что вы видели, что люди ответственность за себя не берут в каких-то вопросах. И вы решили также за себя ответственность не брать, потому что те, кто научил вас, ну по моей теории, тот, кто хотел научить вас быть ответственным, сам ответственным быть не хотел. И вы это увидели. Вы это заметили. И вы теперь тоже не хотите брать ответственность на себя. Поэтому, здесь нужно именно с причинами все-таки разобраться. То есть что это? Такое своего рода контрсценарий? Контрсценарное поведение. Это психотическая реакция? Или это результат неуверенности в себе? Либо это вообще страх? Понимаете? То есть, в данном случае, если это страх, то он вам для чего-то нужен. Он вас от чего-то избавляет. Понимаете? И он вам что-то дает. Он дает вам что-то важное для вас. Но вы это не контролируете. Пока что. Вот вы убежали от ответственности. Что вы получили? Какое чувство вы испытали? Вина. Это одно. Освобождение. Освобождение. Это другое. Понимаете? Вот. Но в любом случае, в любом случае, вот вы говорите, неустойчивое состояние к преодолению. А тут я, конечно, не понял, неустойчивое состояние к преодолению и что это значит. Но в любом случае, здесь тоже угадывается определенный конфликт. То есть, для вас ответственность, это по сути преодоление. А это не так. Ответственность не преодоление. Ответственность за себя, это ответственность только в том, что нужно вам, чтобы себе не навредить. Все. Это не преодоление. Преодоление. Преодоление, это когда ответственность берется за другого или за что-то, помимо себя, через силу. Это тоже вопрос к вашему опыту и к вашим наблюдениям. Знаете? И здесь можно говорить о личных границах. То есть, где заканчивается моя ответственность, и начинается ответственность другого человека. Можно говорить в этом контексте тоже. И личным границам, соответственно, тоже нужно учиться. Тоже можно обучиться, тоже можно обладать. Бывают личные границы внешние, бывают личные границы внутренние. Если вам интересно, я могу присылать свой аудиоответ. У меня есть аудиоответ, посвященный именно личным границам. Вот. Вот так пока можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, вы можете попробовать сами, да, какие-то вот абсолютно мелкие и простейшие действия делать самому. Чтобы почувствовать, что вы можете, чтобы почувствовать обратную связь. Удовольствие от того, что вы делаете сами, как сказал коллега. Вот. Это практический навык. Понимаете? Ну, с психологом, я полагаю, это было бы легче сделать. То есть, ну, например, вам с психологом было бы легче этому учиться. Вы бы быстрее поняли принцип. Вот. Может быть, конечно, неуверенность в себе это, да. Неуверенность в себе в данном случае это непринятие в себя и установка такая, что я не смогу справиться, я не смогу, я не достой того, чтобы нести ответственность, я хуже и так далее. То есть, это непринятие в себя и в данном случае нужно установиться на путь принятия в себя и на путь того, что вы берете ответственность такую и столько, какая вам положена. Указывай это свое. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ens. …. Продолжение следует...